Всем привет! С вами Кекс и сегодня будем готовить ну очень вкусные и интересные булочки с начинкой. Они будут вот такими вот спиральками, очень интересные, а главное готовятся просто и быстро. С ними справится любой. Тесто получается очень нежным, эластичным и ни к чему не липнет. Для теста нужно взять любую жидкость, молоко, сыворотку, либо воду обычную, добавить в нее подрастопленное масло или просто очень хорошо размягченное. Также добавляем сюда сразу сахар, соль. Вы видите, я совсем разленилась и замешивать тесто буду просто в хлебопечке. И сразу добавляю сюда дрожжи. Дрожжи буду использовать обычные прессованные. Я всегда пользуюсь такими дрожжами. Если вы будете использовать сухие, используйте на 3 раза меньше сухих дрожжей по весу. Теперь просеиваем сюда всю муку сразу. Я сразу использую где-то 380 грамм муки. Потом смотрю, вдруг мне нужно будет подпылить, я ее потом буду домешивать после того, как вымесится мое тесто. Но обычно 380 грамм вполне достаточно. Ставлю на любой режим в моей печке, который предусматривает собой замешивание теста. Или если у вас есть режим именно готовое тесто, ставите на него. Тесто должно собраться в комок и стать гладким. У меня на это уходит где-то около 20 минут замеса. И оставляем тесто подходить где-то на час, накрыв его влажным полотенцем при температуре около 30 градусов. Тесто увеличивается раза в 4. Тем временем, пока у меня подходило тесто, приготовила начинку. Для начинки отварила вкрутую 2 яйца, которые, вы видите, я разминаю вилочкой. Можно порезать ножиком, но просто разминайте вилкой без проблем. Теперь сюда буду выдавливать 2 зубчика чеснока, довольно крупных. Смотрите по вкусу, можно не добавлять. Также порезала и слегка пассеровала луковицу, довольно крупную, такую, размером с кулак, хорошую. И опять все хорошо перемешаем. Теперь для того, чтобы наша масса хорошо наносилась и потом не высыпалась в наших булочек, нужно добавить сюда либо плавленый сырок, либо, допустим, я добавляю майонез. Смотрите по вкусу, как вам нравится. В сметану добавлять не нужно, она вся выбежит у вас. И хороший такой пучок зелени. Можно использовать сюда и зеленый лук, но я его использовать не буду. У меня здесь только укроп, потому что на самом деле муж у меня, собственно, лук и в принципе не ест. Он-то и не знал, что у меня здесь и пассерованный лук был. Но прекрасно ел эти булочки. Первая часть у нас готова. Сюда можно сразу добавить и обычный твердый сыр, но я его буду посыпать сверху. Взяла больших таких 2 или 3 ломтика колбасы. Можно использовать либо вареную курицу, либо копченую курочку и ее порвать кусочками. Будет тоже мега вкусно. Либо это могут быть вообще жареные грибочки. После того, как тесто наше подошло, я его уже сильно не тревожу. Оно абсолютно не липнет ни к рукам, ни к столу, благодаря маслу. Оно очень пластичное и эластичное. Раскатываю тесто в один огромный пласт. Раскатываю его где-то до полусантиметра толщиной. Может даже и поменьше. Стараюсь его больше катать не квадратом, а как в прямоугольник. Для того, чтобы получилась у нас довольно длинная потом спиралька. Наш рулетик, чтобы длинный получился. Тесто просто замечательно. Очень хорошо катается и очень эластичное. И сюда буду выкладывать уже начинку. Первой начинкой выкладываю ту, которая у нас с яйцом. Раскладываю ее приблизительно равномерно по нашему пласту теста. И теперь размазываю. Не доходя с одной стороны до конца где-то сантиметра 2, а с другой стороны где-то сантиметра 4 оставляю. Для того, чтобы потом у нас не вылазила начинка. Мне захотелось сюда добавить еще немножечко домашней аджики. Вы уже смотрите, можно добавить немножечко кетчупа. Но просто смотрите, чтобы он не был у вас жидкий. Говоздичка попалась. И опять его распределяю. Так наша начинка будет еще сочнее. Дорогу, что она с колбаской, я думаю, аджика будет очень хорошо там играть. Вы видите, совсем немного. И теперь на аджику выкладываю колбаску. Опять же, это может быть какая-то вареная, либо копченая курица. Будет еще вкуснее. Можно добавить еще сверху сюда, допустим, какие-то слегка поджаренные грибочки. Она вообще будет на вкус как пицца у вас. Главное, готовится очень просто. И это будут как порционные такие пиццы у вас. И посыпаю сверху твердым сыром, любым. У меня это русский сыр. Абсолютно любым сыром, твердым, который потом у вас расплавится. И аккуратненько сворачиваю. Вначале загибаю там, где у меня было 2 см отступа. Его загибаю и начинаю сворачивать рулет. Вы видите, он прекрасно отходит от стола. Тесто совершенно не прилипает и очень эластичное. Стараюсь равномерно его закручивать, выпуская весь лишний воздух. Вот и готово практически. Сейчас защипаю немножечко шовчик, для того, чтобы он потом у нас не расходился. В одну сторону и в поперек. И теперь нарезаю сантиметра по 3 высотой наши булочки. Слегка их сформироваю, потому что они сплюснулись, пока я резала. Режем, кстати, пиляющими такими движениями. И делаем из них круглые вот такие. Расставляем их по противню и оставляем подходить минут на 20-30. Можно и на 40 оставить. После чего нужно будет смазать наши булочки взбитым яйцом. Просто разбиваю яйцо целое. Как раз одного этого яйца достаточно на это количество теста, чтобы полностью смазать, еще даже немножечко остается. И хорошенечко смазываю со всех сторон. Также очень люблю, чтобы мои булочки были любые, любую выпечку. В общем, люблю, чтобы она была посыпана кунжутом. Поэтому посыпаю кунжутом, но это абсолютно не принципиально. И вставляю в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Собственно, смотрю по корочке, но это где-то минут на 20-30 точно. Может и 40 быть, смотря какая у вас духовка. И получатся очень нежные, очень вкусные булочки. Обязательно попробуйте. Готовится просто, но на вкус просто непревзойденно. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.